Здравствуйте, уважаемая публика! Сегодня мы демонстрируем вам на нашем канале Люксталь 8М и отвечаем на некоторые вопросы. Покажем, на что он способен и, в общем-то, попытаемся размечать некоторые сомнения и ответить, еще раз говорю, на вопросы наших уважаемых подписчиков и первых клиентов. Итак, исходные данные у нас в кубе спирт-сырец. 11 литров. Давайте продемонстрируем, что у нас там действительно. Если быть более точным. В кубе у нас разведенный ректификат уже с отделенными головами и хвостами. основная претензия по прошлому видео была в том, что она получилась очень долгим. Так. Крепость порядка 32 градусов. Объем около 10 литров спирта-сырца. Помогает нам продемонстрировать возможности аппарата сегодня Дмитрий Александрович. Тем временем я запускаю нагрев. Начинаем, значит, нагрев на 3,5 киловаттах. И в процессе постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы. Так, давайте подключим водичку. В видео мы, как обычно, постараемся для достоверности показать без склейки монтажа. Если получится очень хорошо. Если не получится, то же хорошо. Покажем в следующий раз. Проверяем герметичность всех соединений. Пока у нас происходит разогрев. Немножечко о нововведениях аппарата. Мы все прекрасно видели все, что мы анонсировали. В принципе, вопросов это никаких не вызвало. По поводу данного штуцерного соединения. То есть, оно осталось тоже штуцерным. Без каких-либо хомутов, креплений и так далее. Потому что мы на 100% уверены в герметичности данного соединения. И, значит, оно осталось прежним, только добавились резьбы на одну-вторую. Такой вот у нас расходик установлен. Но потом мы его отрегулируем по температуре воды на выходе. Средства измерений у нас те же, что и в прошлых видео. Это лабораторный ориометр ASP-1. Вот такой вот он. Замечательный. Откалиброванный для 20 градусов Цельсия. Не Китай. Это украинский стеклоприбор. Наших славянских братьев. Мерный цилиндр. ГОСТ-17-70-74. Лабораторный термометр TL-4. Ртутный. Тоже поверенный. С точностью до 0,1 градусов Цельсия. Аппарат Люксталь-8. ТЭН Люксталь. Ну и прочая вещь. Так, что еще хотел вам показать сегодня. Мы хотим. Это обзор узла модернизации для Люксталь-8. То есть он полностью идентично повторяет своей оросительной способностью узел Люксталь-8М. Вот. Сейчас я вам покажу, чтобы вы увидели. То есть точно 19 таких же трубочек по 95 точек орошения. Но уже для Люксталь-8. Так, он значит у нас тоже один из самых популярных вопросов. то есть у меня значит Люксталь-8. Как мне установить вот эту часть на Люксталь-8? Сразу хочется сказать, что вот эта вот часть, этот немножко другое. То есть это не верх, это низ. Сделан он по-другому. Вот. и чтобы его установить, он устанавливается вместо низа от Люксталь-8 с трехточечным ворошением устанавливается вот сюда. Дмитрий Александрович, покажите нам, пожалуйста, как это все происходит. Как это все выглядит. пока у нас происходит сборка узла, немножко расскажу про утеплитель. утеплитель у нас остался неизменным. Он стал немножко более светлым, такой подцвет металла, чтобы аппарат смотрелся в едином стиле. Были убраны резинки, вот, поскольку, поскольку одевать и снимать утеплитель чуть сложнее, чем с резинками, но в принципе можно. И поэтому решение было принято оставить тот же самый утеплитель, хотя предложений было достаточно много. То есть мы рассматривали неопреновый утеплитель, вот, к сожалению, его мы не выбрали, потому что неопрен у нас, да, что далеко ходить, можно показать. Вот, такой вот, так, нет, это не неопрен, а может и неопрен. В общем, один квадратный метр неопрена толщиной 9 миллиметров стоит 5000 рублей, себестоимости едва ли никак, люк сталь один у нас был когда-то, вот, и поэтому, причем, при всем при том, утеплительная способность, теплопроводность ватт на метр градус у него та же самая практически как у пенополиэтилена, вот, и поэтому неопрен у нас не выиграл. Тем временем у нас собран узел модернизации люксталь 8 до люксталь 8М, вот, и выглядит он у нас следующим образом. для обладателей люксталь 8М будет доступна такая вот модернизация за 990 рублей. Как она себя покажет, мы, в принципе, тоже сейчас в данном видео постараемся вам показать. Узел устарение может пущу потом просто чтобы было вот все тоже Did to the the to to no PDA the the and all Продолжение следует... Люксталь 8М по сравнению с Люксталь 8, как уже неоднократно везде писалось и упоминалось, у нас добавился отделяемый дефлегматор. Дефлегматор стал короче на 10 см, при этом площадь конденсации его осталась неизменной. Если сегодня получится проверить на мощности 6-6,5 кВт утилизационную способность обоих холодильников, то мы с вами сможем их сравнить. Продолжение следует... При проведении наших испытаний... Кстати, наличие многоточечного узла орошения... Сколько-то серьезной прибавки крепости, ну в пределах 0,1% объемных процентов... Не добавило. Но... Большим очень плюсом многоточечного орошения явилось уменьшение рабочей мощности. То есть, если раньше захлеб происходил на мощности 3,2-3,3 кВт, то сейчас он снизился где-то даже до 3,1 кВт на наших испытаниях. Прохладно у нас очень сегодня, 14 градусов всего. Это действительно так, помещение у нас... Не совсем отапливаемое, вот это вот, где мы сейчас снимаем. Ну, в общем, это не столь важно. Еще раз скажу, что головы мы отбирать не будем, потому что залит у нас ректификат уже с отделенными головами, головами и хвостами со всеми фракциями. То есть, там практически чистый спирт у нас. Пытаюсь добавить больше мощности, но у нас нет больше сегодня вольт в розетке. До 220 вольт, к сожалению, не дотягивает. Замерим чуть позже расход воды. И температура подходит к закипанию. Замерим чуть позже расход воды. Замерим чуть позже расход воды. Пусть позже расход воды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас начнется кипение... Кипение начнется и мы убавим мощность до предзахлебного уровня. Примерно 3,1-3,2 киловатта. На восьмерке мы рекомендовали 3,2-3,3, здесь 3,1-3,2. Продолжение следует... На 8М. Чтобы визуально сравнить разницу... Вот насколько стал холодильник короче... При одной и той же площади конденсации... Вот такие дела... Где-то подбирается к закипанию... Значит мы... Сейчас пока уменьшу... Так... Так... 3,14... Да... Колонна значит начала прогреваться у нас... Будет момент истины... Очень хорошо видно СПН... Нашу... Мы вам ее возможно после перегона покажем... Что там именно наша СПН... Не какая-то другая... Высыплем ее... Продемонстрируем... И... Началось... Начинается тропический дождик... Выходит... Первая неконденсируемая фракция... Они вышли... И... У нас начинается орошение насадки... Кстати... Если... Один из... Моментов... Если у вас... В этом узле гораздо лучше видно... Есть ли у вас наклон колонны... Либо нет... То есть... Если... Например... С каких-то крайних... Иголочек не капает... Вот... Вернее... Капает медленно... А с других быстро... Значит... Надо немножко... Либо колонну... Выставить поправильнее... Вот... Либо... Так... Давай... Да... Приготовим... Баночку... Слушай... Давай... Банку не будем... Давай... Давай... Вернее... Банку сюда... А здесь... У нас эти будут... Ну... Значит... После первого... Подъема... Сейчас... Пойдет... Некоторый откат... До... Предзахлебной температуры... Так... Орошение насадки... Происходит... Следующим образом... Та же банка-то не потребуется... У нас... Два... Два цилиндра есть... Нужно... Даже... Куда-нибудь... Пониже поставить... Даже... Сюда... Давай... В эту... Так... Нормально? Во... 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 Вообще... Идеальненько... Угу... Угу... Также... Одним из... Нововведений у нас является... Добавление клампа... После... после игольчатого вентиля, позволяет устанавливать различные клапана, мини-диоптеры, еще что-то во все места, куда вам удобно. Но от своей первоначальной идеи, что клапан должен стоять здесь и только здесь, мы не отходим, по той причине, что в таком случае уменьшается вот этот вот паразитный объем. 78,5. Когда немножко стабилизирует, стабилизируется, мы сейчас напомню вам, что не производим как таковую вторую перегонку, а мы производим тест укрепляющей способности. Колонны на разбавленном ректификате. Исходное тестируемое вещество у нас только спирт и вода. Продолжение следует... Открываем отбор. Вот такая у нас начинается капель. Нам бы надо взять секундомер. Вот такая у нас начинается капель. Открываем вот такую стройку и начинаем отбор. Давай, Дим, ты шланг переставь, а я это... На старт. Внимание. Начали. Да, второй-то нужен будет. Расскажу небольшой лайфхак, как настроить отбор именно 2 литра в час. То есть смотрите, у вас минутка проходит, у вас должно быть от 30 до 40 миллилитров за минуту. Вот. Если в мерном цилиндре у вас получилось за минуту... Так. Минута. Вот как раз 30, наверное. Можно чуть-чуть еще приоткрыть. За минуту получилось 30. Это значит за 6 минут, вернее за 60 у вас получится литра 800. Чтобы получить 2, вам надо еще чуть-чуть вот 1 миллиметр добавить. Так. Сильно. Вот это. И у вас будет... Так, что-то стройка бодрее побежала. Ну ладно. И у вас будет отбор как раз 2 литра в час. Ну хорошо. Так как сегодня у нас достаточно прохладно, температура Дистиллятор наверное будет меньше, а сейчас пока открою калькулятор Мы на своих этих испытаниях пользуемся калькулятором самогонщика с сайта Alkafan Вот Минутки у нас прошло, вот около 100 мл натекло Значит скорость у нас правильно выставлена И за 60 минут набежит в 20 раз больше 100 умножить на 2 будет как раз ровно 200 На 20, 2000, да, 2000 мл в час, 2 литра в час Мне еще потребуется один термометр Конечно, знаешь, могут быть, сейчас скажу, могут быть сомнения Может быть все-таки надо будет узел-то еще от восьмерки Протестировать сразу же, потому что видишь, люди будут Говорить, ага, у вас там головы, вы там налили голов Восьмерка-то все уже протестировали, там у всех 96,6, 96,7 Нормально все, короче На заявляемых этих А тут скажут, ага, залили голов побольше Сейчас об этом подумаю Такая у нас скорость Так, 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 так Ну сейчас я вот парочку измерений запишу Вот Вот Так, 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 так Ну, сейчас я вот пиатрис Так, 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 так Так, так, так Хочу как раз Все, как раз Пиатрис Так, так. тем временем время подходит концу извините за тавтологию у нас значит за 6 минут набралось 194 миллилитра это значит что 194 почти два литра около литр 940 до до литр 940 мы еще немножечко прибавим посильнее тепло так и такие проверим крепость давай да так то есть вот здесь держи вот эту штуку опускать до середины слишком сильно вот вот так так и контрольное измерение вот минуту дадим на на устаканивание процесса пока начнем еще для чистоты эксперимента вторую пробирочку отберем потому что сначала сначала крепость бывают даже очень высокая так может быть даже выше чем 96 и 6 у нас сегодня холодно останьте пожалуйста этим посвятить температуру так ну вот минутка у нас за минутку у нас все тут стабилизировалась температура 16 градусов по китайскому термометру сейчас посмотрим по советскому 16 едва так 16 едва так температура значит у нас 16 едва так да я откручу ты понимаете момент постины спиртуозность так при температуре 16 едва у нас аромы арометр показывает 95 и 7 так 95 и 7 так 16 едва 95 и 7 так вот 96 84 пожалуйста 96 и 8 так это у нас крепость это у нас получаем на крепость на скорости литр 940 час так значит 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 что далее мы замерим замерим крепость на втором узле для этого что мы сделаем мы выльем все что у нас получилось сюда и замерим крепость так выключаем нагрев останавливаем дожидаемся пока у нас здесь все закончится переводим переводим вот такой у нас всего расходик воды вообще смехатура так все значит так узел 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 здесь здесь а так пока остывает да я сейчас попробую сам разобрать без этого разбираем клампу разбираем клампу убираем верхнюю часть чтобы все было честно все заливаем что получено обратно здесь здесь я делаю Девушки отдыхают. Устанавливаем узел отбора люксталь 8 немодернизированного и проверяем. Девушки отдыхают. Так, ну что, я пока подключаю, да? Это слив, но без разницы, это слив. Давай, включаю? Да. Носик надо еще поставить. С них все идет хорошо. Снова запускаем нагрев. Все, что у нас было в кубе, установлено. Залито обратно. Доходитель, правда, от люксталь 8 М. Дефлегматор с узла отбора от люксталь 8. Сегодня мы решили все-таки выяснить, влияет ли поршение. Та же скорость воды, где вода? А, ну она едет скучно, конечно. Прибавлять не будут, сейчас наберется. Вода пошла. Да, вот она водичка. Ничего у нас не изменено. Та же мощность, 3,14. Ой, 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 надо закрыть. Вот у нас трехточечное, значит, орошение, мы проверяем. В принципе та же температура в колонии и я начинаю отбор. Так. Так. Вот что-то похожее на 2 литра, сейчас нам надо меньше. Переставляй, я начну. На старт, внимание, начали. Так, сейчас постараемся установить скорость 2 литра в час, если у нас за минуту набежит меньше 30, мы добавим 35, да, от 30 до 35 вот в этом интервале. Но, судя по стройке, их же 2 литра в час. Так, ну вот, видно, что бежит быстрее. Надо немножко убавить. Почти 40 литра бежало, это 2,4 литра я открыл. Сюху бою. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот на такой скорости где-то у нас около 2 литров в час и получается Так, мощность тоже у нас установлена, 3,4 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну вот, 6 минут у нас подходит к концу Десять, пять, два, один, стоп Так, значит, скорость отбора у нас здесь По нижняя, по нижнюю мениску 1980, 19,8, то есть на 40 миллилитров в час больше, выпускаем Так, коррекцию по температуре делом Да, достаточно, достаточно, термометрик Так, даем минуту на устоконюне Так, пока занесем предыдущие данные в таблицу Так, значит, номер один это у нас Люксталь 8М Так, начальная крепость, сколько у нас там примерно 35, мощность 3140 Скорость отбора 1940 Спиртуозность 96, 84 Температура воды, это мы не замеряли, это у нас для холодильника Для холодильника Так, ну вот, минутка прошла Температура у нас устаканилась 16,3, 16,4 Так, давайте посмотрим температуру Нашим русским градусником Не оскверненным китайцами Вот, вижу, что 16,4 Так и есть Так Снимем показания крепости Спиртуозность у нас 95,8 Без коррекции Так 16,4 Температура 95,8 96,88 Так Так 1980 Вот такие получились результаты Сравнение углов отбора Конечно, здесь Не используется Так, Дмитрий Александрович, выключаю Конечно, здесь не используется У нас Спирцерец У нас используется разведенный ректификат Вот Но Такие вот получились данные Так, я предлагаю теперь проверить простую перегонку Да Тот Что думаешь, что тут еще будем проверять Ну, давай Александр Александрович говорит, что мы обещали показать людям Другой узел отбора Не надо показывать Ребят, кто будет говорить, что мы туда налили сырец А не разбавленный ректификат, что у нас там головы Блин, даже если бы там были головы Один процент ацетона Он Нетилового эфира Он ничего не даст при плотности Наоборот, плотность будет Хотите, я не знаю Не знаю, надо думать, короче, считать Так Потом в конце перегона мы покажем, что это наше СПН Все сливается обратно в куб Эти чистоты эксперимента Погрешность на испарение Можем Можем пренебречь Ну, как я и говорил вначале В принципе, при тестировании Было выявлено, что наличие Многоточечного орошения В принципе, ни на что не влияет И крепость Крепость у нас не изменяется Но рабочая мощность Реально При узле с многоточечным орошением Можно Можно уменьшить Аж Даже до 200 Вт Узелок Люксталь 8 Показал себя не хуже Чем узелок Люксталь 8 Не спешите менять Сейчас это-то кажется 97 Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь Александрович настраивает Плоскость Это занимает всего 1-2 минуты Все быстро Беспроблемно Субтитры сделал DimaTorzok У меня только одна рука есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Та же мощность В те же условия эксперимента Итак, мы посмотрим, как тут все будет работать Узел отбора при таком узле модернизации будет работать уже по стаканному принципу, а не по чашеобразному То есть сначала у нас наполняется стакан и из него идет распределение либо в трубке, либо в отбор Как мы видим, наполняется стаканное пространство Трубочка у нас полностью заполнена Поры в нее не попадают Кстати, по поводу факта, что с таким узлом нужен диоптер Ребят, вот на самом деле, когда пойдет захлеб, в этих трубках все очень хорошо видно Вот, и диоптер здесь помимо этого не нужен Так, все у нас сейчас температура опустится И начнем подбирать Та же струя воды, то есть ничего мы не регулировали, ничего не меняли Все три эксперимента проходят на На одних и тех же начальных данных Температура кипения в баке 86,6 Кто сомневается, можете проверить По температуре кипения спирта водяной смеси для 30, сколько у нас там было градусов В принципе, наверное, начнем отбор Чтобы долго не ждать, не заставлять ждать наших уважаемых зрителей Так, оборчик начнет, значит прибавляем до 2 литров в час Поехали! 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 Снова сейчас я посмотрю, если набежит за минутку 30-35, то мне кажется опять сильно прибавит. Чтобы сопоставимая была скорость отбора во всех трех испытаниях, там вот в предыдущем набежало больше 40, то есть это я сначала на 2,4 открыл, потом чуть-чуть приубавил. Ну вот здесь у нас за минуту натекло 30, чуть-чуть можно приоткрыть. Та же температура установилась 78,3. Тут же у нас скорость, все та же скорость отбора, ой, все та же скорость охлаждающей воды. Сам еще показатель. Вот такие у нас швы сварные. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 1,9 здесь скорость отбора получилась чуть поменьше, я так не мог их выставить прибавлял, прибавлял но почти два дадим минутку на стабилизацию температуры в принципе мы ничего не меняли температура у нас должна быть примерно одна дистиллята самое главное это сопоставимость условий эксперимента все три эксперимента у нас были одними и теми же можно включать? давай выключай мы видим что чуть-чуть температура у нас выросла на 0,2 градуса что мы дышали видимо напердили нагрели так минутка у нас прошла 16,6 температура так поднимай будем смотреть крепость так 95,8 95,8 так значит те же условия эксперимента у нас у нас люксталь 8 с модернизацией с модернизированным узлом так 340 1900 так 96 82 вот такие результаты вот такие результаты получились по узлу отбора 96,8 на скорости 1,9 литра в час все три результата я считаю в пределах статистической погрешности так что уделизационную способность холодильника проверим так да давайте сейчас мы знаете что вам покажем мы вам покажем что спнка у нас там никакая не чудесная что это наша спирально-призматическая насадка так что у нас там никакого чуда и магии не было залито засыпано переключу что вся спнка у нас наша не чья-то настроим свет да пересыпай аккуратненько не обожди да не стесняйся так вот она спнка вся абсолютно наша люкс сталевская у кого она есть все подтвердят что это наша ротовая спирально-призматическая насадка без каких-либо дополнительных ухищрений 96,8 получилось на всех трех узлах так что значит убирайте царгу нам необходимо провести тест холодильника еще не торопишься нормально успеваем так значит что нам надо поставить сюда плитку вот сюда вот плитку сюда аппарат на него и вот так я сейчас помогу так вон она плитка удлинитель этот ну вот теперь это непрятно так когда его включена значит плитка слушай давай все-таки разбавим не будем это сколько у нас там литров 10 было до 10 так даже не знаю как тебе помочь я пока подготовлю нас было 10 35 ну 10 литров еще добавь получится такая сахарная брага так ты можешь ее сразу наверх поставить что потом не поднимать давайте я сейчас уберу этот чтоб тебе не мешался сейчас мы разбавим где-то градусов до 17 до 17 до 15 наш разбавленный ректификат с имитируем брагу у меня мысль возникла сначала видос не публиковать сначала выложить ссылки выложить в контакте там обычно мало просмотров а для этого эксперимента нам обязательно надо будет замерить температуру воды нам потребуется еще что нам потребуется еще наш вот этот соединитель разворот и в качестве рассекателя мы будем использовать узел отбора давай пока включить Лидов запущен на 3,5 киловатта 3,5 киловатта суммарная совокупная мощность у нас сейчас 314 15 плюс 3,5 так, давайте вот в сторону 324 так узел сначала качестве рассекателя рассекателем к этому колодин так пока значит дмитрий александрович устанавливаю замерим температуру охлаждающей воды у нас там у нас у них проник температура воды у нас по конец не спеши посипоним так этот а 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 так 324 я только что видел что мощность у нас моргала а а и 24 плюс три с половиной 6 7 вот а нагрев нагрев так температура воды у нас 14 градусов так расход я установил вот такой сейчас мы его промеряем а вот надо шланчик еще к ним вот этот вот вниз банку до так давай двухлитровый я потому что это и мерить буду так расход значит воды какой у нас установлен давайте пока замерим дайте петлю пожалуйста микроскоп так померяем значит расход воды так внимание нормально и я справился в кубе у нас подходит к температуре кипения мы разбавили в два раза и 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 примерный расход воды у нас 2 литра за одну минуту или 120 литров в час. 120 литров в час вот я поставил. Ну и это для температуры воды 14 градусов. Так, мы вот видим, что у нас не хватает немножко мощности. Пойдемте снять этот момент. Вот обязательно, обязательно, обязательно должен быть установлен узел отбора в качестве рассекателя на мощностях свыше 3,5 киловатт. Почему? Может быть потом кто-нибудь покажет. Если вас смущает здесь вот этот кран, можно воспользоваться монеткой 10 рублей. Че, вниз-то не ставится? Не хватает? Не эстетично? Не эстетично. Ну давай, уберем. Можно пока ради интереса посмотреть, что у нас здесь. Дефлегматор Димрота, всякие другие вещи. Там узлы отбора, вот такие. Ну и прочие франкенштейны, которые попадали нам на испытания. Ну вы о них ничего не узнали. Не узнаете. Ах, если б можно было передать запах кукурузы, который стоит в помещении. Так, наверное, мы не будем испытывать Люксталь. Восьмой холодильник. Сейчас этот испытаем и закончим. И так полтора часа. И так полтора часа. И так полтора часа. Пойдем нахиндеру Колькипини. Пойдем нахиндеру Колькупини. Субтитры сделал DimaTorzok Пошел пар И сейчас начнется конденсация Да, мы разбавили нашу брагу практически в два раза Имитацию браги Так, и пошли у нас Пошел у нас отбор Значит, нам надо Сейчас будет замерить Скорость отбора И температуру И температуру воды на выходе На старт Внимание, начали Потечет хоть чуть быстро Мощник, значит, три с половиной Придется четыре Пять Четыре Три Два Один Стоп Так 214 миллилитров за одну минуту Покажите нам калькулятор Двенадцать восемьсот сорок Тринадцать литров в час Температура дистиллята На выходе Дистиллят охлаждается у нас при 13 литрах в час до температуры охлаждающей воды Что показывает исключительную производительность данного холодильника Почти 14 Ну у нас в помещении 14 градусов вообще Так Ну вот Такие данные наших сегодняшних испытаний По холодильнику, значит, люк сталь восемь Начальная крепость разбавили в два раза Семнадцать Мощность Шесть Семьсот Скорость отбора Двенадцать тысяч восемьсот Это мы не меряем Температура воды Так, температуру воды на выходе надо померить Давай Забыли померить температуру воды Так, температура воды на выходе Присходит Температура воды на входе 14 Температура продукта 14,1 Расход воды 120 литров в час Температура воды 46,2 Это показывает, что холодильник люк сталь восемь Замечает замечательно справляться со своими функциями Вот такая у нас сегодня было нудное видео Результаты в цифрах Спасибо за внимание Пока Субтитры подогнал «Симон»